Лети, лети, лепесток! Мимо детских голосов, глаз и улыбок, песен и сказок, лети через время, сохранив все лучшее. В детском саду номер 25 «Малыш» отмечают 50-летний юбилей. Учреждение работает с полной отдачей своих сил и делает все для того, чтобы самым главным действующим лицам этого учреждения живут здесь комфортно, удобно, уютно и самое главное – весело и беззаботно. Стучат барабанами и играют ложками, поют и танцуют в этот праздник юные воспитанники. Но сложнее всего им говорить. Сюда в группу с логоведическим уклоном приходят не все дети, только те, кто нуждается в квалифицированной помощи специалистов. Своим мастерством удивили зрителей совсем маленькие ребята и их переводчики, уже научившиеся говорить в детском саду дети. И мы в садик свой ходить очень любим тоже. Воспитатели у нас все на мам похожи. Это сейчас вообще бич наше время. Практически каждый, который ребенок ждается в логопедии, к сожалению. И то, что вы здесь создаете атмосферу любви и при этом атмосферу труда, что тяжело сочетать, согласитесь, это ваше заслуга. Я думаю, что с такими детьми работать интересно. Ведь чем сложнее ребенок, тем он интересней. И смотреть, как он развивается, особенно когда видишь, что из маленького ребенка получаются потом, в общем-то, взрослые, хорошо говорящие дети. Такими юные подопечные могут стать только благодаря коллективу, который с ними занимается и проводит большую часть досуга. Переходящий флаг управления детской организации здесь не летает по ветру. Сад становится любим, когда дети хотят быть похожими на воспитателей, когда руководители уважают лучшие традиции, когда каждый знает главное о воспитании детей. Я всегда говорила девочкам, видите, плохо идет ребенок в сад, плачет, раскусите, найдите изюминку, чтобы он, вот просто улыбнитесь ему лишний раз. Не план пишите, сидите, уткнувшись в тетрадь, а просто улыбнитесь. Искренние вот отношения к детям добрые, это очень важно. Вот это самое главное, я считаю. Логопед Галина Галкина работает в саду 30 лет и 3 года, как в сказке. Она знает, что здесь дети уже с малых лет умеют учиться, и этот навык им обязательно поможет в будущем. Вы что, не видели артистов? Это артисты, мы их учим говорить так, что частичка души наша, их. На выходе из сада замолкают неразборчивые звуки, провожают колыханием цветные флажки, но ветер уже не остудит человеческое тепло. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».